Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. Как вам такой спорт? В Таиланде прошел чемпионат по сворачиванию косяков. Всего было три номинации. Самый быстро скрученный джоинт, самый креативный джоинт и самый лучший сорт тайского каннабиса. Как же скучно мы живем. В Телеграме активизировались мошенники. Они рассылают уведомления в ходе с нового устройства. Мошенническая схема проста. Пользователь получает уведомления в ходе в его Телеграм-аккаунт с нового устройства. Для защиты данных предлагается перейти на сайт, внешне похожий на интерфейс Телеграма. После авторизации на этом сайте ваш доступ к аккаунту будет потерян. Если вы получаете подлинное сообщение от Телеграма, оно имеет статус «Служебное уведомление». Сообщение от мошенников имеет статус «Был недавно. Предупредите знакомых». Проверить, с каких устройств на самом деле осуществлен вход на ваш Телеграм-аккаунт, можно в настройках Телеграма, раздел «Конфиденциальность» показать все сеансы. Траты граждан России на товары категории 18+, выросли в разы. Судя по исследованиям российских маркетплейсов, самый высокий прирост выручки оказался у категории набора игрушек для взрослых и куклы для секса, а также зафиксирован рост в категории вибраторы и стимуляторы. Значительно выросла выручка к концу года в категориях насадки и удлинителей, и мастурбаторы. Среднее повышение примерно на 700 плюс процентов. Джонни Депп, который не хотел за 300 миллионов долларов вернуться к роли капитана Джека Воробья, в шестой части «Пиратов Карибского моря» сделал это бесплатно для неизлечимого больного 11-летнего поклонника. Для видеообращения и звонка Джонни нарядился в костюм своего культового персонажа, капитана Джека Воробья, нанес соответствующий грим и пожелал Коре всего наилучшего. Он также призвал своих поклонников подписаться на аккаунт мальчишки. Германия не планирует передавать Украине танки западного образца в одностороннем порядке. Украина выражала желание получить БМП «Мародер» и танки «Леопард». Шольц назвал три причины, почему это не может произойти. Мы придерживаемся трех четких принципов. Во-первых, мы поддерживаем Украину в меру наших возможностей. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии. Это критерий нашей решительной, но осторожной политики. Он будет действовать и в следующем году. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика. До свидания. До свидания. Продолжение следует...